МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Квадратные метры» и я, ее ведущий, Владимир Сергеяков. Главная тема выпуска. 500 тысяч рублей штраф за травму, полученную ребенком при падении на скользкой дороге. Почему квитанции за ОДН бесконтрольно растут? Как найти управу на захватчика общего балкона? Далее об этих и других темах подробнее. Мать ребенка, получившего при падении на скользкой придомовой дороге перелом бедра, требует от ТСЖ сумму в 500 тысяч рублей морального ущерба. Однако члены товарищества надеются убедить судебные органы в неправомерности вынесения столь строгого вердикта. Тротуара нет, проезжая часть начинается сразу от крыльца. Дом по Сабанеева-15 – не единственный во Владивостоке, построенный по такому усеченному проекту. Но именно этот дом полгода назад стал печально известен историей с травмированным ребенком. Ольга Войцеховская, которая вместе с 8-месячным сыном шла к припаркованной на обочине машине, поскользнулась на проезжей части, в результате чего ребенок получил перелом бедра. С тех пор, как собственники ушли от УК Первореченского района и создали свое ТСЖ, прошло три года. Инцидент не только бросил тень на репутацию товарищества, но и реально угрожает его самостоятельности. Это же все падает на плечи жильцов. Но в адрес ТСЖ, ТСЖ работает отлично, все всегда убрано, и трактор ходит, и все. Но у нас есть проблема, что вот возле крыльца паркуются машины, которые нужно обходить. Самая большая проблема – это в том, что нет тротуаров. И как можно предъявлять, что дворник должен почистить всю проезжую часть? Действительно, дорога возле дома никогда не пустует. Очищать ее от снега весьма проблематично. Положенная же по закону отсыпка песко-солевой смесью, по уверению руководства ТСЖ, была произведена. И еще одна проблема – дом спроектирован так, что вода с крыши стекает прямо на проезжую часть. А накануне происшествия как раз был дождь. Вчера шел дождь, ночью мороз, ясно, что стока нет, леневки нет, все залито, машины. Кто тут уберет? Да никогда. Дренажа нет. Давайте мы будем делать. У нас будет разваливаться дом, мы будем делать дренаж. Между тем, пострадавшие оценили свой ущерб в 4 миллиона рублей. В результате двух судебных разбирательств ТСЖ должно заплатить им полмиллиона. Я не прошу чужого кармана. Пускай ответят ответственные лица, пускай они удержат эти деньги со своей зарплаты. Просто у меня идет принцип. Когда это случилось, никто не пришел, ничего не сказал, не извинился, не предложил ничего. То есть все было по факту. Как бы не хотите по-хорошему, будь по-блохому. Сумма в 500 тысяч рублей морального ущерба кажется собственникам необоснованно высокой. Ведь в подобных случаях российские суды выносили гораздо менее строгие решения. В одном из вестей центральных прозвучало в городе Кургане. Девочка упала, сломала ключицу, еще сочинение мозга. Всего лишь 25 тысяч было присуждено судом. А у нас 500 тысяч потребовали, чтобы мы выплатили. Это разоряд ТСЖ. Сейчас пострадавшие уже начали получать первые выплаты. Однако члены товарищества надеются убедить судебные органы в неправомерности вынесения столь строгого вердикта и собираются подать апелляцию в Верховный суд. Высокий ОДН – проблема многих домов. Пенсионерка из Владивостока Валентина Мажуга мириться за обученными ценами не намерена. Разобраться, почему в ноябрьских квитанциях ОДН вырос в три раза, ей помогли корреспонденты нашей программы. ОДН за ноябрь для жителей дома номер 8 по улице 2-я промышленная во Владивостоке вырос в три раза. Пенсионерка Валентина Мажуга, проживающая в этом доме, решила разобраться, в чём причина. Я накрутила по своему родному счётчику 110 киловатт, а 82 киловатта – ОДН. Чуть-чуть не хватает до 100%. В УК ей объяснили, что высокий ОДН возникает по вине соседей-должников. А то, что разницу даёт, значит, разбрасывают на всех честных плательщиков. А мне, извините, лекарства для меня за что купить. И поэтому вот я и за эти копейки борюсь. Бороться нашей героине не привыкать. Во время Великой Отечественной войны Валентина Ефимовна почти два года жила в оккупации. Шестилетняя девочка, знавшая лесные тропки, проводила бойцов через Смоленские болоток партизанам. Я водила этих солдатчиков через два раза. Два раза проваливалась у болота. Вытащили. Когда привели меня на базу, я сосулькой уже была. И так было два раза. Мне жалко было. Я вызвалась. Мама ругалась. А я говорю, пойду. Я же была герой. Мы решили помочь пенсионерке разобраться, почему так вырос ОДН. Специалисты ДЭК объясняют, одна из причин – отсутствие договора между даль-энергосбытом и управляющей компанией, обслуживающей дом. В доме номер 8, например, у них значения ОДН всегда были где-то в пределах, может быть, чуть выше норматива. Но вот в ноябре месяце он буквально трехкратный норматив. И мы все это предъявили жильцам, потому что нет договора энергоснабжения. При наличии договора сверхнормативный расход лег бы на управляющую компанию, как исполнителя коммунальных услуг. Как в этой ситуации советуют действовать специалисты? Ну, первое – понудить свою управляющую организацию заключить договоры энергоснабжения и договоры по воде, то есть со всеми ресурсоснабжающими организациями. Второе – ну, вот этого не хотелось бы, конечно, но сменить управляющую организацию. Хороший результат в тех случаях, когда домовой совет берет в свои руки контроль за снятием показаний с приборов учета. И все же, почему при прочих равных условиях ОДН подскочил именно в ноябре? Специалисты ДЭК обещали обследовать дом и в ближайшее время установить причины скачков энергопотребления. Здесь или неправильно сняты показания, или, может быть, что-то произошло с прибором учета, но это мы сейчас все проверим. В зависимости от результатов обследования жителям дома номер 8 по улице 2-я промышленная могут сделать перерасчет. В программу «Квадратные метры» обратился Павел Яновский, житель дома номер 40 по улице Фонзавод во Владивостоке. Его соседи захватили все общие балконы, предусмотренные для эвакуации в случае ЧП. Перекрыты несколько балконов, ведущих на лестничные клетки. Как привлечь к ответственности нарушителей закона, расскажет специалист. Граждане, которые перегородили балкон и захватили его, они нарушают жилищное законодательство. Соседи, чье право нарушено, имеют право обратиться в суд с исковыми требованиями об устранении препятствий в пользовании общим имуществом, то есть общим балконом, путем сноса перегородки. Следует иметь в виду, что судебные тяжбы могут длиться месяцами, а то и годами. Кроме того, при обращении в суд граждане будут нести материальные потери. Но, кстати, после того, как суд вынесет положительные решения в пользу этих граждан, дополнительные расходы можно возложить на ответчиков. Второй путь выхода из данной ситуации написать заявление в управляющую компанию. Сотрудники управляющей компании обязаны составить акт о нарушении жилищного законодательства. Третий способ выхода из данной ситуации, и, на мой взгляд, он самый действенный и менее затратный, это написать жалобу пожарнадзор. Балкон, захваченный жильцами, имеет пожарные выходы на верхний и нижний этажи. В этой связи при пожаре жильцы дома не смогут воспользоваться данными пожарными переходами. Это является грубым нарушением пожарной безопасности. Сотрудники пожарнадзора, кроме того, что они составят акт о нарушении пожарных норм, они еще выпишут предписание об устранении этих нарушений и, скорее всего, оштрафуют нерадивых соседей. Отопление и горячая вода – благо цивилизаций, к которым мы давно привыкли, и считаем их такими же естественными, как воздух или солнечный свет. Мало кто задумывается, что за привычным теплом батарей и каждой каплей горячей воды стоит труп тысяч людей – энергетиков. В декабре свое 50-летие отмечают структурные подразделения филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» «Приморские тепловые сети». 68 градусов – такова сегодня рабочая температура теплоносителя в водогрейном котле. Константин Горлов – машинист котельной во втором поколении, один из тех, кто обеспечивает постоянство температуры и бесперебойную работу котла. На журналистов отвлекается неохотно. Наблюдать за цифрами и графиками надо постоянно. И невнимательность машиниста может стоить дорого. Сейчас переключаем бойлер. Надо следить за водой, чтобы вода не ушла на минимальное. И повышения, чтобы не было. Я должен удержать этот параметр. Ответственно, конечно, чувствуешь. От тебя зависит, чтобы люди в квартирах не замерзли, чтобы им было тепло. Это сегодня горячая вода и отопление в квартирах для горожанина – норма жизни. Но даже Владивосток до сих пор хранит следы совсем другого уклада. С печами, поленицами дров и сараями для угля. Нужно было постоянно топить печь практически круглый день. Вечером, когда закладывались дрова, просыпаясь утром, горожане, конечно, испытывали холод, потому что за ночь печь остывала. Если топить углем, то это постоянно копоть и сажа. Каждый, получается, год нужно необходимо беречь квартиру. И по воспоминаниям, в принципе, жителей города Владивостока, в домах было достаточно холодно. Только в послевоенный период Владивостокскую ТЭЦ-1, которая до этого вырабатывала исключительное электричество, наделяют дополнительной функцией – выработкой тепловой энергии. В 1958 году началась прокладка первых теплотрасс. А в 1965-м было создано предприятие «Тепловые сети Даленерго». Оно и стало разрабатывать систему теплоснабжения. И делать это нужно было в сжатые сроки. Начиная с нуля, нагрузки собирали. Ездили по каждому потребителю. Работал начальник МКБ, был. Вечером приезжали, получали задания. Ночь сидели, работали. В 7 часов машина, утра. В 8-8 чертежей. Сегодня структурное подразделение «Приморские тепловые сети» филиала ДГК «Приморская генерация» обслуживает более 110 километров теплотрасс во Владивостоке, 130 в Артеме и 45 в Партизанский. Выработку тепла обеспечивают ТЭЦ-1, Объединенная Котельная Северная и Центральная Пароводяная Бойлерная, на территории которой возводится еще один современный и нужный городу энергообъект – ТЭЦ-Восточная. Кроме того, предприятие работает с потребителями, среди которых 250 тысяч владельцев лицевых счетов. Работаем, как мы неоднократно говорили, мы по всем направлениям, включая интернет, интернет-платежи, личные кабинеты. У нас открыты абонентские отделы, где осуществляется прием граждан даже и в выходные дни. Хотелось бы отметить, что в целом коллектив филиала «Приморская генерация» и структурного подразделения «Приморские тепловые сети» справляется с поставленными задачами. На протяжении полувековой истории предприятия сотрудники «Приморских тепловых сетей» выработали самые верные критерии оценки своего труда. Если люди не задумываются о том, как в их дома приходят благоцивилизации, тепло и горячая вода, значит, тепловики работают хорошо. Сегодня на предприятии работает более тысячи человек. Именно они несут уют и тепло в семье приморцев. За каждой теплой батареей, за каждой каплей горячей воды стоит ежедневный тяжелый труд энергетиков. Дорогие коллеги, поздравляю всех с Днем энергетика и 50-летним юбилеем нашего предприятия. Желаю всем профессиональных достижений, радости, улыбок, семейного благополучия. Ну а наших потребителей, жителей Приморского края, поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в Новом году всех были одни только радостные события. На сегодня это все. Напомню, что вы можете найти наши видеосюжеты на сайте общественного телевидения «Приморья» и задать вопрос по телефону редакции 221-4011. А я на этом прощаюсь. Всего доброго. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова